Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, известно, что рак предстательной железы является одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний как во всем мире, так и в России. Так, в структуре заболеваемости с загадочственными новообразованиями мужского населения в нашей стране он занимает второе место. Причем с каждым годом количество вновь выявленных случаев рака предстательной железы увеличивается, и за последние 10 лет этот прирост составил около 20%. Общеизвестно, что при увеличении возраста заболеваемость раком предстательной железы существенно возрастает. Так, у мужчин от 50 до 60 лет в 30% случаев обнаруживаются мельчайшие очаги рака предстательной железы. В возрасте 80 лет они обнаруживаются уже у 70% мужчин. Что касается 5-летней выживаемости, то если для локальных и регионально распространенных форм она составляет около 100%, то для распространенных она резко снижается до 29%. Выживаемость, уровень жизни пациента, а также тактика лечения существенно зависит от своевременной диагностики рака предстательной железы. На данном слайде представлен алгоритм современной диагностики рака предстательной железы, который включает в себя анализ простатспецифического антигена, осмотр урологом, пальцевое ректальное исследование, трансректальное ультразвуковое исследование, и окончательный диагноз ставится на основании результатов биопсии. Такие методы, как МРТ и сцентиграфия, обычно используются как дополнительные для уточнения диагноза и определения тактики лечения. И ключевую роль на ранних этапах диагностики в настоящее время играет исследование уровня простатспецифического антигена или ПСА. Тем не менее, известно, что он обладает недостаточной чувствительностью и специфичностью. И в Америке служба профилактики не рекомендует использовать ПСА-скрининг для РПЖ у здоровых мужчин. Таким образом, наблюдается необходимость в разработке новых высокоэффективных маркеров ракопредстательной железы. В настоящее время предлагаются такие молекулярно-биологические тесты, как ПСА-3 и индекс здоровья простаты. Тем не менее, они характеризуются значительными ограничениями. Следующим аспектом ракопредстательной железы после диагностики является лечение. В настоящее время радикальная простатектомия является наиболее распространенным, а также эффективным способом лечения местных и местно распространенных форм резектабельного ракопредстательной железы. Тем не менее, у до 40% больных, перенесших радикальную простатектомию, в течение первых 10 лет наблюдается биохимический рецидив. Своевременная его диагностика, а еще лучше предсказания, необходима для эффективного лечения таких больных. Сейчас в клинике для этого используют уровень и прирост ПСА, патологоанатомическую стадию, сумму глиссона, характер хирургического края, объем опухоли, лимфоваскулярные и переневральные инвазии и инвазию семенных пузырьков. Тем не менее, существующие методы не позволяют эффективно предсказать рецидив ракопредстательной железы и существует необходимость в поиске надежных и единых маркеров для мониторинга эффективности терапии и предикции рецидива после радикальной простатектомии. И в предыдущие годы, когда мои коллеги участвовали в онкофоруме, медики, клиницисты указывали им на необходимости разработки таких маркеров. Так что мы заинтересовались этим вопросом, тем более, что на настоящий момент существует лишь небольшое количество исследований, посвященных поиску таких маркеров. Например, было показано, что сосудистый эндотелиальный фактор роста, его рецепторы и трансформирующий фактор роста могут являться потенциально перспективными маркерами для прогноза. Альтернативным источником в поиске как диагностических, так и прогностических маркеров ракопредстательной железы являются внеклеточные микро-РНК. Про них нам уже подробно рассказала Анастасия Валерьевна, показала их диагностический потенциал. Так что я не буду подробно о них рассказывать и повторяться, а только подчеркну некоторые их преимущества. А именно, хорошо отработанные подходы к анализу микро-РНК, неинвазивность и простота процедуры забора образцов, а также достаточная для детекции концентрация и стабильность микро-РНК в различных биологических жидкостях. Ввиду сложившейся ситуации необходимости разработки не только диагностических, но и прогностических маркеров, нами было поставлено две цели. Первая – это разработка малоинвазивной диагностики ракопредстательной железы на основе внеклеточных микро-РНК биологических жидкостей. И в данной теме в нашей лаборатории уже ведутся исследования, и следующим этапом являлась верификация выявленных ранее микро-РНК маркеров ракопредстательной железы. В рамках же второй цели, а именно поиска микро-РНК-маркеров эффективности терапии и предикторов рецидива ракопредстательной железы, нами было проведено пилотное исследование, которое заключалось в анализе изменения экспрессии микро-РНК после радикальной простатектомии. Для того, чтобы выполнить поставленные задачи, нами были собраны образцы мочи и крови доноров больных раком предстательной железы до и после радикальной простатектомии, а также здоровых доноров и больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы в качестве референтных групп. На данном слайде представлена характеристика этих групп доноров, а именно возраст, уровень ПСА, а также стадия РПЖ и индекс глиссона для больных раком предстательной железы. Собранные образцы биологической жидкости подвергали последовательным этапам центрифугирования для выделения, для осаждения клеток и клеточного дебриса. В результате получали супернатант мочи и плазму, и с частью супернатанта мочи затем путем двухэтапного ультрацентрифугирования выделяли микровизикулы мочи. Из полученных трех фракций выделяли микро-РНК методом, разработанным в нашей лаборатории ранее и основанным на использовании гуанидина и октановой кислоты для разрушения комплексов микро-РНК с биополимерами и осаждения балластных биополимеров, а затем на использование спин-колонок для выделения микро-РНК. Ранее в нашей лаборатории было проведено профилирование панели из 84 микро-РНК в моче и микровизикулах мочи больных раком предстательной железы ДКПЖ и здоровых доноров на платформе Экзекон. В результате был предложен алгоритм диагностический, который позволял со стопроцентной специфичностью и 97,5% чувствительностью разделять эти три группы доноров. Из 84 микро-РНК, изученных ранее, нами были выбраны две группы микро-РНК, в которых было 6 и 7 микро-РНК, и их экспрессия была проанализирована в выделенных образцах с помощью обратной транскрипции с петлевым праймером и последующей количественной ПЦР в реальном времени. Затем был использован метод попарных отношений, который позволяет эффективно оценивать экспрессию каждой микро-РНК. Так, внутри каждой группы микро-РНК каждая была попарно нормализирована. В результате получили 36 различных пар микро-РНК, для которых были вычислены относительные экспрессии, а также ее отношения в различных фракциях биологических жидкостей, то есть дельта-дельта-сети. На данном слайде представлено количество пар микро-РНК, для относительной экспрессии которых были обнаружены достоверные различия в разных группах сравнения. Всего при сравнении группы больных раком предстательной железы и здоровых доноров было обнаружено 25 дифференциально экспрессированных пар микро-РНК. При сравнении больных раком предстательной железы и ДКПЖ таких пар было 28, и при сравнении здоровых доноров и больных ДКПЖ 22 пара. При исследовании распределения микро-РНК в различных фракциях биологических жидкостей, эти цифры увеличивались до 30, 31 и 25 пар микро-РНК соответственно. Хочу обратить ваше внимание, что наибольшее количество дифференциально экспрессированных пар микро-РНК были получены во фракции микровизикулых мочи. Что еще больше бросается в глаза при рог-анализе. На данном слайде представлены пары микро-РНК, диагностическая чувствительность которых при 100% специфичности превышала 60%. Как вы видите, вот они выделены, наибольшей диагностической чувствительностью пары микро-РНК обладали как раз во фракции микровизикул. И при сравнении больных раком предстательной железы со здоровыми донорами, и при сравнении больных РПЖ и ДКПЖ. Исследование распределения микро-РНК в различных фракциях биологических жидкостей в некоторых случаях увеличивало диагностическую чувствительность, как, например, здесь. А в результате можно было выделить целых 9 пар микро-РНК, которые обладали 100% чувствительностью и специфичностью при анализе двух групп сравнения, то есть больных раком предстательной железы со здоровыми донорами и с больными ДКПЖ. Что подтверждает диагностический потенциал выбранных нами пар микро-РНК? Подобный же анализ был проведен для группы сравнения здоровых доноров и больных ДКПЖ. И была обнаружена одна пара микро-РНК, которая обладала диагностической чувствительностью и специфичностью 100%. Кроме того, было найдено 5 пар микро-РНК, относительная экспрессия которых в микровизикулах мочи характеризовалась сильной корреляционной связью с уровнем проста-специфичного антигена. И одна пара, уровень экспрессии которой, коррелировала со стадией Т по классификации ТНМ. Во второй части нашей работы нами было проведено исследование изменения относительной экспрессии микро-РНК в биологических жидкостях человека после радикальной простаты ктомии. На данном слайде представлены примеры микро-РНК, относительная экспрессия которых достоверно изменилась после радикальной простаты ктомии. Всего было обнаружено 19 таких пар, и изменения наблюдались как в микровизикулах мочи, так и в супернатанте, а также в плазме. Хочу заметить, что клинические особенности и характеристики самого заболевания рака предстательной железы могут оказывать существенное влияние на изменения относительной экспрессии микро-РНК после радикальной простаты ктомии. Проиллюстрирую эту мысль двумя примерами. В верхней части слайда продемонстрировано изменение уровня относительной экспрессии микро-РНК до 2 и 378 А в моче при разных значениях индекса глиссона. Естественно, здесь необходимо увеличивать выборку пациентов. Тем не менее, вы можете наблюдать, как изменяется тенденция при изменении уровня индекса глиссона. А в нижней части слайда продемонстрировано изменение уровня относительной экспрессии микро-РНК 425 и 92 А в плазме при различных стадиях Т по классификации ТНМ. Здесь также наблюдаются разные тенденции. Таким образом, по крайней мере, для исследования некоторых пар микро-РНК необходимо выравнивать выборку доноров по индексу глиссона и по стадии ракопредстательной железы. При анализе полученных данных необходимо учитывать, что среди возможных причин изменения уровня внеклеточных микро-РНК после радикальной простатектомии, которую мы наблюдаем, можно перечислить не только интересующее нас изменение онкологического статуса пациента, но также и резекцию тканей, воспаление, реакцию на анестезию, инфекции, кардиологические и урологические осложнения, пролиферацию и регенерацию тканей, а также само по себе отсутствие предстательной железы и другие факторы. И все эти факторы могут лежать в основе наблюдаемых изменений уровня относительной экспрессии микро-РНК, а также они могут являться причиной разнонаправленных изменений уровня относительной экспрессии микро-РНК у разных доноров, как на вот этом примере. В результате получается отсутствие достоверного изменения уровня относительной экспрессии этих микро-РНК после радикальной простатектомии. Тем не менее, хочу заметить, что возможно именно в таких вот разнонаправленных изменениях у разных доноров и лежит ключ к тому, чтобы найти предикторы рецидива рака предстательной железы. Но для того, чтобы говорить об этом наверняка, необходимо провести еще много дополнительных исследований. А пока же наибольший интерес в качестве маркеров и оценки эффективности терапии привлекают микро-РНК, относительная экспрессия которых после радикальной простатектомии изменилась по направлению или до уровня здоровых доноров. Для того, чтобы выявить такие микро-РНК, нами было проведено сравнение уровня экспрессии микро-РНК после радикальной простатектомии с таковой у здоровых доноров и больных ДГПЖ. Из 19 пар микро-РНК, относительная экспрессия которых достоверно изменилась после радикальной простатектомии, было выявлено 8, которые изменяли ее по направлению или до уровня здоровых доноров. Эти 8 пар состояли из 7 различных микро-РНК, причем 6 из выявленных микро-РНК, также входили в состав тех пар, которые позволяли со стопроцентной чувствительностью и специфичностью диагностировать ракт предстательной железы и разделить эту группу от группы здоровых доноров и доноров больных ДГПЖ. Что, собственно, подтверждает также их потенциал в качестве маркеров эффективности терапии. Но для того, чтобы сделать это еще дополнительно, нами был проведен биоинформационный анализ этих микро-РНК. База данных Диана показала, что выбранные микро-РНК вовлечены в регуляцию РПЖ, регуляцию клеточного цикла и апоптоза, а также в целый ряд сигнальных путей, которые играют важную роль в канцерогенезе. Также было выявлено 39 генов, вовлеченных в патогенез рака предстательной железы, экспрессия которых регулируется данными микро-РНК. Затем был проведен анализ этих генов с помощью баз данных PANTHER и STRING. Они были классифицированы по участию в биологических процессах, из них были выделены те, которые регулируют пролиферацию, и вовлеченные в процесс биологической регуляции. Затем было проведено исследование их антологии. Так, антология генов, регулирующих пролиферацию, их было всего 6 штук, представлено на этом слайде. Они составляют единый граф, и из них можно выделить регуляторы клеточного цикла, а также факторы роста. В процессах биологической регуляции участвовали 21 из исследуемых генов, и их антология составляет вот такую достаточно сложную сеть. Тем не менее, можно среди них выделить 4 основные группы. Это гены, вовлеченные в регуляцию клеточного цикла, которые здесь выделены красным, вовлеченные в регуляцию системы репродукции, а также сигнальный путь андрогенового рецептора, и факторы роста, и рецепторы к ним. Очевидно, что все 4 группы генов играют существенную роль в канцерогенезе рака предстательной железы, что также подтверждает потенциал выбранных нам пар микро-РНК в качестве маркеров эффективности терапии. Мне хочется поблагодарить всех коллег моих, которые участвовали в данной работе, а также всех вас. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Какие будут вопросы, пожалуйста. Спасибо. Мы знали практический вопрос. Какие-то системы, может быть, немножко непонятно, будут существовать какие-то ремонты, которые характерны вообще к геновым ракопрестательной железы. Какие-то стремятся, спаятся вообще к геновым ракопрестательной железы при лечении ракопростаты. Есть в организме клетки ракопростаты, есть в РНК. Нет в организме клеток ракопростаты даже. Нет в МРНК. Такого банального теста существует? Да, ну мы исследовали микро-РНК, но нет, таких я не могу назвать, которых бы не было, потому что в норме они также регулируют жизнедеятельность клеток, но при каких-то патологиях, нарушениях, их уровень может изменяться. Но не исчезать полностью или появляться. Пожалуйста, еще вопрос. Можно я попрошу? Наверное, требует пояснения ситуации, зачем вот эти пары. Наверное, никто не очень... Да, потому что надо пояснить, потому что не очень понятно. Пары нужны для нормирования, поскольку нельзя... Нормировать микро-РНК, например, на объем биологических жидкостей по понятной причине. Ну, пациент, если выпьет, например, воды, то это будет влиять тогда на анализ. Также не было обнаружено хороших микро-РНК, которые бы являлись нормализаторами для всех остальных. Ну, такие, как, например, есть гены домашнего хозяйства. Среди микро-РНК таких обнаружено не было. Поэтому и был предложен метод попарной нормализации. Когда каждая микро-РНК в группе нормируется на каждую, соответственно. Отношение экспрессии вычисляется. Можно я немножко тоже... Проблема глобальная в том, что мы эти микро-РНК не можем мерить в штуках, в молях, в литрах. То есть нет каких-то внятных единиц измерения. Мы меряем уровень экспрессии или концентрации как результат эффективности ПЦР. И что мы можем только сделать, это сравнить эффективность ПЦР одной молекулы с эффективностью ПЦР другой молекулы. Правильно я это говорю? Да. И в большинстве случаев, когда мы говорим не про микро-РНК, то когда про обычное МРНК говорим, то есть так называемые хаус-киппинг-гены, которые экспрессируются постоянно, поровну, всегда, везде. И концентрация их МРНК в клетках во всех идентична. И мы можем любую молекулу, которую мы анализируем, нормализировать относительно вот этого хаус-киппинга. В случае микро-РНК таких либо их нет, либо мы их пока не знаем. Поэтому начинаются такие ухищрения. То есть мы надо найти две молекулы, которые, например, одна растет, другая падает. Их относительно друг друга, какой-то рейши посчитать. И вот эта рейши будет иметь диагностически значимый потенциал по сравнению с методами оценки одной молекулы. Правильно я излагаю ситуацию? Вот как-то так. Но это проблема работы с этими молекулами именно. Спасибо большое за интересный доклад. Можно вернуться по слайдам? Нет. Я тоже научиться к клиническим вопросам. Еще, еще, еще. Да, вот здесь можно остановиться. Вы не встали, а вы нам показали, что для грейда 1 и для грейда 2 есть городная стрессия. А вот у нас где-то, где адресы, на которые мы речим, да? Грейд 3, грейд 4, грейд 5, у вас не показано. Это как-то связано или как-то больная категорика лоток? Это, да, просто такой эффект, потому что в нашу выборку попали именно такие пациенты. Естественно, интересно посмотреть и для более… Вы не интересованы какие-то пациенты? Вы не брали такую, да? Пока нет. И данных у вас нет? Это приблизительно, скажем, что… Ну, в предыдущих исследованиях, например, когда было проведено проэффилирование 84-х пар микро-НК, а там вошли в выборку пациенты с стадиями Т2 и Т3, более низкодифференцированные. И там также нами был предложен хороший диагностический алгоритм для дифференцировки пациентов. В данной не было такой группы пациентов. Да, немножко помогу, просто материал был радикальной простатоктомии, там не могли бы практически войти эти пациенты, там их не было, в принципе, не должно было бы. Ну, по большому еще… Грейт, это уже 8-10, да, получается? Ну, практически, я думаю, что в данной ситуации нет. Продолжение следует...